В нескольких городских микрорайонах последние дни перед наступлением зимы продолжает активно работать строительная техника. Завершаются благоустроительные работы и на большой дворовой территории по улице Попова 7. Особенностью рельефа этих дворов является сильный уклон, так как дома расположены на склоне сопки. В связи с этим в рамках благоустройства подрядчик установил 7 лестничных сходов там, где они повышают комфорт для жильцов. Данный проект реализуется в рамках ведомственной целевой программы благоустройства дворовых территорий муниципального образования город Магадан. Источником финансирования является государственная программа Магаданской области столица. Этот двор, он действительно один из самых больших дворов, благоустраиваемых в текущем году. Общая площадь асфальтирования составит более 6500 квадратных метров. Кроме этого, здесь уложена и продолжается укладка полтора километра бордюрных камней. Здесь две подпорные стенки, которые ни в одном дворе не делались в этом году. Он сложный по рельефу своему двору, поэтому это необходимость. Были старые подпорные стенки, которые уже разрушались. И тут будет более семи лестничных сходов, которые тоже в других дворах в меньшей степени потребности. А здесь они будут. Работы ведутся уже в стадии завершающей. И мы с подрядчиком, а именно исполнителем работы здесь является Тинькинская дорожная компания. Мы с подрядчиком планируем, что в течение недели работы будут закончены. Но на этом благоустройство не завершается. Подрядчик продолжит устанавливать перила на лестничных сходах. Погода этим видом работ не помеха. Контрактам срок окончания работ установлен до конца ноября. Поэтому необходимое время у строителей есть. После завершения работ объект будет тщательно изучен и принят только после устранения выявленных замечаний. Гэлут продолжает подготавливать технику к зимнему сезону. На данный момент готова почти половина. При наступлении холодов с комбинированной дорожной машины снимается поливочное оборудование и ставят пескоразбрасывающее с отвалом для сгребания снега. Та техника, что летом убирала улицы города, сейчас будет использоваться для подсыпки. В предприятии более 10 таких машин. Их переоборудование ложится на плечи водителя. Вот мы сейчас производим капитальный ремонт двигателя. Делаем укладку коленчатого вала. Здесь работать удобно. Есть верстаки, есть обкаточный стенд. Все хорошо. Владимир Никитин работает на предприятии вот уже 41 год. Начинал водителем, теперь трудится слесарем. Рассказывает, что раньше работать было труднее. А теперь с приходом новых технологий стало проще. Мужчина уже пенсионер, но продолжает трудиться на предприятии. Отмечает, что работа дисциплинирует. Работать еще надо, потому что работа дисциплинирует. Работа в общении с людьми. Жизнь работа. Без работы никак. Коллегам предприятия я желаю добра, здоровья. У нас очень хорошее руководство. Агилуга предприятия. Хороший директор, хороший зам. Хорошие механики. Руководство очень хорошее. Мы помогаем друг другу обязательно. Потому что мы с родителями одна сцепка, одна сцепка. Владимир рассказывает, что коллектив в автопарке очень хороший и отношения между коллегами тоже. У предприятия всего около 100 единиц техники, большинство которой работает на протяжении всего года. В среднем зимой на линию выпускает около 70 машин. Специалисты трудятся на них круглосуточно. На данный момент по улицам города продолжает работать пылесос, который очищает Магадан от пыли и мусора. Русскую горнолыжную школу модернизируют. Специалисты провели регламентные работы по канатным дорогам. Летом установили линию снегогенерации на новый спортивный склон. Как отмечают специалисты, это позволит более оперативно и качественно оснижать спуск. Еще один склон увеличили примерно на 10 метров. Также специалисты сделали трассу фристайла. Кроме того, летом установили технологическую дорогу. Технологическую дорогу наверх. На самый верх нашей горы, на 18-ю опору. То есть мы можем уже обслуживать нашу канатку и все наши трассы с техникой и поднимать ее наверх по технологической дороге. Доделываем наше здание школы. Из-за того, что у них коронавирус, они болеют частично. Поэтому немножко откладываются вот эти работы. Но строители пообещали нам сделать к ноябрю здание школы. Вселиться в новое здание школы планируют в ноябре. В ней будут находиться раздевалки для спортсменов, а также тренажеры и инвентарь. На данный момент в школу идет набор на такие направления, как горные лыжи, сноуборд, трамплин. Ребят принимают с 6-7 лет. Одним из плюсов горнолыжной школы Магадана является особый склон Ледянка. У нас в России нет трасс, которые напоминали бы ступеньки. А вот именно в Магадане есть такая трасса, которая у нас сейчас называется Ледянка. И мы хотим как раз в дальнейшем ее реанимировать и пустить под тренировочный и соревновательный процесс. И вот это будет как раз новый шаг у нас в подготовке спортсменов. Специалисты ждут устойчивых морозов, которые бы позволили заниматься горнолыжной трассой и днем, и ночью. Как только погода благоволит и склон будет готов, начнутся первые тренировки в этом сезоне. Редактор субтитров А.Семкин Сегодня утром в районе 6-го километра основной трассы проезжающие автолюбители могли наблюдать необычное скопление спецтехники, специальных и силовых ведомств, автомобили пожарных, ДПС, скорой помощи и МЧС. Нет, сегодня там ничего трагичного не случилось. Но для отработки взаимодействия различных ведомств, возможной аварийной ситуации ДТП, личный состав различных структур провел учения, максимально приближенные к реальным условиям. По сценарии учений, на автомобильной трассе произошло столкновение легкового автомобиля со спецавтомобилем, транспортирующим большой объем топлива. Есть пострадавшие, заблокированные в кузове легковушки. Им требуется срочная медицинская помощь. Первыми на место происшествия прибывают наряды ДПС. Затем прибыли автомобили скорой помощи, МЧС и спецавтотранспорт пожарных. Первым делом к работе приступили медики и спасатели. Был эвакуирован лежащий на дорожном полотне у легкового автомобиля пострадавший. Далее, срезав стойки кузова, спасатели извлеклись из пострадавшего авто еще одного тяжелого. Медики тут же его эвакуировали. После этого пожарные приступили к заливу легкового автомобиля специальной пеной. Целями данного учения является отработка взаимодействия структур, которые участвуют при реклидации последствий ДТП. Но если случается ДТП с пострадавшими, понятно, на место прибывают сотрудники полиции, сотрудники МЧС, сотрудники скорой помощи. У каждого своя задача. Сотрудники полиции, соответственно, оцепляют, чтобы предотвратить доступ других участков дорожного движения, чтобы никто не пострадал. Спасатели, соответственно, производят деблокирование пострадавших, если это необходимо. Соответственно, пожарные занимаются тушением в случае возгорания. Ну и медики, соответственно, оказывают медицинскую помощь пострадавшим. В учениях было задействовано более 10 единиц спецтехники и около 25 сотрудников различных ведомств. Такие мероприятия проводятся на регулярной основе. Например, проводятся соревнования среди подразделений МЧС по ДПС, где различные подразделения в навыках ликвидации последствий ДТП. Оценивается правильность действий и скорость ликвидации чрезвычайной ситуации. Но по масштабу учения, как сегодня, проводят лишь один раз в год. Субтитры создавал DimaTorzok